Всем привет! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня я решила все-таки записать еще одно видео на личную тему, потому что сейчас нахожусь в раздумьях вообще, стоит ли продолжать контент на эту тему или полностью переходить уже на бизнес-сферу и на то, в общем-то, что я задумала и над чем сейчас работаю. Поэтому у меня тоже к вам вопрос. Оставляйте все-таки такие видео о личном или это уже не очень интересно? Но пока что я не знаю вашего ответа, и пока еще у меня происходит плавный переход из одного формата в другой. Я все-таки решила записать видео на тему разницы возраста между мужчиной и женщиной в парах, в отношениях, потому что, естественно, по этому поводу есть очень много разговоров различных, что девушки выходят замуж за взрослых мужчин, потому что у них есть деньги, потому что, ну, понятно, да, то есть всегда есть причина одна, всегда есть эти картинки классные в интернете, когда очень старый, пузатый, ужасный дядя почему-то, и очень красивая она с подписью, но это же надо так любить деньги. Но, вы знаете, я все-таки знаю очень много пар, где история несколько другая, и в моей семье тоже очень интересная история, потому что мой супруг старше меня на 20 лет. И когда мы познакомились, мне было 24, ему было 44. И я могу сказать, что в тот момент я уже очень хорошо понимала, что мне интересен мужчина после 40. И дело совсем не в том, чтобы у него были деньги, потому что есть множество мужчин молодых, у которых тоже есть деньги, представьте себе, как все здорово. Но дело в том, что, ну, все знают, что девушки несколько созревают иначе, у них это происходит в более раннем возрасте, особенно исходя из того жизненного опыта, папы, отношений с другими мужчинами, которые были. И у меня так получилось на тот момент, когда я встретила своего супруга, что я уже четко понимала, что мне интересны мужчины после 40, не сильно, конечно. Какого-то старого дедушку я, наверное, не очень рядом с собой представляла, хотя, как говорится, любви все возрасты покорны, да, и все может быть. Но, скажем так, мне нравилась зрелость мужчины и уже его отношение к женщине, его уже, возможно, где-то нагулинность, да, потому что мужчины тоже, естественно, переживают какой-то период. Я вообще за то, чтобы и мужчины, и женщины в отношениях были опытными. Опытными, прежде всего, имея опыт других отношений. Я, как даже свадебный организатор, часто наблюдала такие вещи, когда ребята молодые сходились, и затем там у нее начинались какие-то романы впоследствии или у него, и они не могли оценить, насколько они вдвоем классные, вот. Просто потому что им не с кем было сравнивать, им казалось, что, ну, нет, вот, вот, знаете, как-то все не так. И я за то, чтобы люди все-таки вступали в отношения с зрелыми, прежде всего, не в возрастной группе, а с опытом предыдущих отношений, чтобы уже было чуть-чуть понятно, как и на работу, например. Классно, когда приходят сотрудники, которые уже поработали в других компаниях, когда он может понять, насколько у тебя хорошо. Так вот, я познакомилась со своим супругом, он был женат на тот момент времени, и, скажем, ну, это был совсем не тот человек, с которым я живу сейчас, у него было несколько другое отношение к жизни, к женщинам, вообще понимание жизни, другие ценности, и это тоже есть нормально, потому что у меня они тоже были другие. И меня, например, ну, мне было с ним очень интересно, это, наверное, первое, что мне в нем очень нравилось. Второе, это то, что он вел себя с уважением ко мне, ну, по крайней мере, ко мне, я это чувствовала, видела, он был уверенным, потому что он состоялся, естественно, у него были возможности вводить под ним хорошие места и покупать мне какие-то подарки. И, кстати, когда вот мы поженились и начались такие кризисные у нас времена, я очень сильно увидела, как на мужчине одном и том же, казалось бы, отражаются вот эта уверенность и неуверенность, когда ты знаешь, что ты, например, не можешь купить что-то своей женщине, да, и вообще у вас финансовые проблемы, мужчина один и тот же может очень сильно поменяться. То есть это действительно финансовая сторона очень сильно влияет и на наши качества, на наш поведенческий фактор, что абсолютно естественно, ну, как мне кажется, да, это убирает почву из-под ног, ты становишься нервозным, более неуверенным в себе, и, ну, это сложно. Так вот, скажем так, когда мы познакомились, я не до конца понимала, сколько ему лет, и скажу вам честно, что я никогда об этом не думала. То есть для меня, например, если со стороны я слышу такую цифру, что разница в 20 лет, мне это кажется, конечно, очень много, но в отношениях наших я никогда этого не замечала, мало того, Сергей всё время говорит мне о том, что я учу его всегда мудрости, выдержанности, он иногда садится и говорит мне, Оля, откуда это в тебе? Я иногда чувствую, что я твой сын, потому что ты говоришь такие вещи, когда я чувствую себя ребёнком, и понимаю, что, ну, мама всё-таки права, маму нужно слушать. Хотя, конечно же, я ни в коем случае не стремлюсь ни к таким отношениям мамы или там ещё кого-то. Но когда-то моя подруга, рассказывая про своего мужа, который старше её на 9 лет, она мне сказала, ну, ты же понимаешь, что он гораздо меня старше, я не могу его переделать, я, наоборот, должна подстраиваться под него. Я за то, чтобы в отношениях не надо было подстраиваться в жёстком формате, а хотелось изменяться для того, чтобы эти отношения были плодотворными, классными, и для того, чтобы мы хотели вместе что-то создать. Я считаю, что если у нас есть такое желание в бизнесе с партнёрами точно так же, то мы можем найти какие-то компромиссы, мы можем где-то пойти друг к другу на уступки, но они не будут выглядеть так, будто бы мы там жертвы, да. То есть на самом деле мы ведь сами выбираем позицию, жертвы мы в этой ситуации, или мы просто хотим это сделать, чтобы было классно, да, прислушаться к кому-то, сделать как-то, чтобы было другому человеку хорошо. Мне кажется, ну, это абсолютно нормально, и без таких вещей в мире невозможно жить. Да, это чисто по своей линии, только так и никак иначе, диктаторство. Так вот, мне кажется, женщины выбирают более зрелых мужчин, именно потому что им с ними более интересно, и потому что, возможно, вместе с ними мы как-то чувствуем себя, ну, не знаю, что ли, в одном, ну, не то что возрастной группе, а на одной волне в восприятии жизни плюс-минус. Потому что все-таки мальчишки, они классные, они живые, но так как происходит, что все-таки детства в мужчине гораздо больше, и это детство, оно выводится с более чем таким возрастом, и очень часто девушки не готовы, да, с этим жить, им это очень тяжело дается, постоянно чувствовать себя в какой-то, либо роли мамы, либо такой, знаете, сын-подросток, который издевается над ней, да, особенности женщины склонны к жертвенности, вот, и она всегда себя чувствует, ей кажется, он специально издевается, хотя он, по сути, ведет себя как ребенок. Я о чем? Я к тому, что нельзя, мне кажется, вообще нельзя говорить о возрасте в отношениях, то есть если людям вдвоем хорошо, то, по сути, какая разница, сколько кому лет. У меня есть множество примеров, когда мои подруги после 40, у меня много таких подруг, кстати, начинали отношения с мужчинами младше на 7, 10, 15 лет, ну, 20 дней, не знаю, только интимные связи, а так не знаю. Но почему это тоже происходит? Потому что очень часто мужчинам гораздо интереснее, с более зрелыми женщинами, есть такие мальчики, которым, ну, интересно, у которых, возможно, есть какие-то, да, там, моменты, связанные с мамами, еще с чем-то, но есть такие абсолютно самодостаточные, юные мужчины, которые реализовываются в жизни, но которые уже могут оценить зрелость и кайф более взрослой женщины, у которой есть свой взгляд на жизнь, видение, какой-то опыт и так далее, и так далее, и так далее. Мало того, на сегодняшний день, к счастью, люди научились за собой следить, да, и, например, я очень часто отмечаю, что мой муж выглядит гораздо привлекательнее физически, чем многие юные мальчики. Он постоянно тренируется в зале, у него накачанное тело, красивая фигура, нету висящего живота или чего-то другого, да, накачанные руки, бицепсы, он сильный, и внешне он все время за собой следит, ухаживает, то есть выглядит иногда, знаете, когда заходит, например, вот там, ну, не знаю, мы проводим какое-то собеседование водителей, заходит мужчина, он говорит, мне 50 лет, ты смотришь, и ты понимаешь, что вроде бы у тебя муж-то постарше, но это сидит перед тобой дедушка, а твой мужчина, он вообще не дедушка. Поэтому мне кажется, что сегодня мы имеем возможность фантастически выглядеть в любом возрасте и внешний вид, уж тут точно никого не должен останавливать, я могу сказать больше, что, например, я, глядя на себя, понимаю, ну, что я люблю себя с каждым годом все больше и больше, там я знаю, что критикуют меня, конечно же, это на здоровье, но представьте себе, что раньше я еще хуже была, вот, мне сейчас очень нравится, впервые после двоих детей, которых я родила, мне нравится мое подкачанное тело, учитывая, что я не спортсмен, я не живу в спортивном режиме, я не питаюсь очень правильно, я просто держу себя, стараюсь держать себя в той форме, в которой мне комфортно, и мне не стыдно абсолютно выходить на пляж, потому что я выгляжу лучше, чем 95% людей, которые там находятся. И это круто, когда у тебя есть дети, одному ребенку 6 лет, это уже такая почти взрослая девочка, я восхищаюсь искренне сейчас нашими современными мамами, которые фантастически выглядят, ухоженно, обалденно, которые занимаются бизнесом, которые строят свою семейную жизнь и фантастически при этом выглядят. Это же круто, ребята, если вы думаете, что это очень просто, или что дело в наличии денег, то вы попробуйте себя таким образом держать. К сожалению, деньги не качают нас в залах, деньги не бегают за нас, деньги не ходят за нас на тренировки 6 раз в неделю. И это круто. Молодая жена для мужчины всегда стимул, и это прекрасно, особенно если жена развивается. Я считаю, что я своего мужа поменяла на 90%, неосознанно, но он захотел меняться, это очень круто, потому что я благодаря ему поменялась, и он благодаря мне поменялся. И, вы знаете, вот эти возрастные рамки настолько стираются, что я о них вспоминаю только тогда, когда кто-то вслух произносит о возрасте. И я думаю, о боже, да, тоже такая большая разница. По сути, это все, как я сейчас понимаю, фигня. Главное, чтобы были классные люди, и неважно, сколько вам лет. Поэтому, если вы собираетесь влюбиться или влюблены в кого-то, кто старше вас, это прекрасно. Если вы влюблены в того, кто младше вас, это тоже прекрасно. Самое главное вообще, что вы способны влюбляться. Мне кажется, это очень здорово. Поэтому создавайте свои отношения не по каким-то признакам возраста или еще чего-то. Создавайте их по любви и по желанию. И тогда будет вам счастье, друзья. Я жду обязательно ваших комментариев относительно того, стоит ли мне продолжать все-таки снимать видео на личные темы. Пусть они не будут какие-то супердинамичные, но, по крайней мере, мы можем с вами размышлять. Или все-таки отходить от этой темы. И не забывайте подписываться на мой канал, потому что мы уже в процессе съемок новых видео, новых монтажей, всего очень интересного. И я думаю, что я буду вас приятно удивлять. По крайней мере, я стараюсь это делать. Так что спасибо вам за то, что смотрите. Лайкайте меня и подписывайтесь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok